События в России, связанные с Евгением Пригожиным, как-то ослабили президента Путина. Пошаднулось ли его положение? Значит, даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было, никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами. И я говорил о переговоре с Пригожиным. Почему я торопился? Ну, это вот те, кто были рядом со мной, понимали, что мы не должны были допустить гибели людей. И заявлялось о том, что вот-вот-вот вагнеровцы в двусах примерно километрах от Москвы. Это как раз они подходили к тому рубежу, первому рубежу обороны российских вооруженных сил. Это на Оке было, река Ока, где могли бы произойти эти серьезные столкновения уже на земле. И я торопился, разговаривая с Пригожиным, договориться по основным моментам, чтобы не произошло этого столкновения. Поэтому вооруженные силы Российской Федерации в полном объеме не были задействованы, ну, просто не успели. Бой еще не начался. Буквально, ну, наверное, полтора-два часа оставалось до того момента, когда произошло бы столкновение. Но до этого не дошло, вы знаете, колонны Вагнера. Они, как они говорят, тремя колоннами шли. Они развернулись и ушли у свои лагера. Поэтому никакого ослабления. Знаете, в такой ситуации и президент Путин, и любой президент, наоборот, активизируется, собирается. Ну, Путин тем более. Я его характер знаю. Это, наоборот, способствовало его не только собранности, но и такой, я бы сказал, в хорошем смысле слова, агрессивности, чтобы защитить страну и ответить. Вас называли когда-то последним диктатором в Европе и были во власти с 1994 года, так я понимаю, уже почти 30 лет. Интересно, какова у вас реакция на такое называние? И как вы считаете, все-таки, как бы, после Лукашенко, какова будет судьба Беларуси? Спасибо. Ну, какая будет судьба моей Беларуси, и уже, может быть, и вам не чужой, поскольку вы приехали сюда, я надеюсь, мы с вами увидим. Но я буду делать все в любой роли, какую бы я роль не исполнял, я буду делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба. Что касается последний диктатор Европы, ну, вы должны сегодня уже извиниться передо мной, вы уже от этого определения отошли, значит, посчитали, что вы были неправы. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний. Я работаю на большой, высокой должности, которой мне доверил народ. Работаю, а не властвую. Так решил народ. Конечно, вот эта девушка из Франции считает, что не народ решал, а я решал. Слушайте, это полная чушь. Если народ не захочет, значит, не будет. Я к власти пришел, нас было семь человек. И против меня была националистическая машина, во главе которой стояли два человека, Шушкевич и Зинон Санислав Шпайзнак. А с другой стороны, ну, я ее не называю, там, прокоммунистическая, но правительственная машина во главе с Рячеславом Францевичем Кебичем, царство ему небесное. И если народ не захотел, они ничего сделать не могли. При поддержке России. Россия тогда однозначно поддерживала не меня, а Кебича. И второй тур. 84% за человека, который пришел ниоткуда. Семь человек в штабе было. Ниоткуда пришел. И победил. Потому что так решил народ. И если народ повторит этот свой героический подвиг, значит, будет так, как решит народ. И я вам скажу больше, если вы думаете или хотите меня упрекнуть в том, что я вот не удерживал власть, что вот мне власть, я вот победил. Вы же меня не критикуете за те времена середины 90-х, когда я стал президентом, первым президентом. Да, из оппозиции пришел, победил. И вот я-то, вот знаете, герой такой пришел, народ решал, а я ничего не делал для того, чтобы держать власть. Это глупость. Я делал все в меру наших законов и конституции, чтобы эту власть удерживать. Потому что власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи. Большой срок все-таки, да? 29 лет, там, 30 лет. Все-таки, как бы, вот, после президентства, вот, ну, как-то вот, вы, наверное, тоже человек, да? Вы смотрите на будущее, вот, что делать. И какие у вас там следующие планы? Гай, вы правы. Этот вопрос меня беспокоит. И когда я перед собой ставлю вопрос и задумываюсь над этим, ну, более близкие люди об этом знают, ну, ну, хватит уже. Ну, хватит. Может быть, мне еще Господь отпустит там 10 или 12 лет пожить. Может, меньше. Ну, сколько он там решит. То я должен спокойно пожить, как тур. Свободный, независимый человек. Жил спокойно, захотел жениться – женился. Двое детишек умница, молодец. Воспитывает. Классный парень. Может, я хотел бы, как Ксюша Лебедева, на Донбасс захотел, поехал туда-сюда. С кем захочу, с тем общаюсь. Чтобы я не был этими рамками ограничен. Может, иногда я ставлю перед собой такой вопрос. Но сразу меня останавливают. А что дальше будет? Может, все президенты, находясь у власти, начинают думать, что они незаменимые. Я не считаю, что я незаменимый. Но я думаю, а вдруг новый человек все это разрушит. И Беларусь, в которую стремятся сегодня, ну, объективно, честные, порядочные люди, в том числе журналисты. Вот Надя приехала и работает в Беларуси. Вот талантливый человек, он везде пригодится. И вот Беларусь из этого хорошего, доброго места превратится во что-то плохое. Меня это, конечно, беспокоит. Потом меня беспокоят те люди, которые на меня сделали ставку. Вот я уйду, а что будет с ними? Их тоже немало. И люди не те, которые тихонько где-то работают и голосуют за Лукашенко постоянно. А те люди, которые в открытую себя ведут, прежде всего журналисты, которые встали рядом и идут, стоят вместе или идут с президентом. Я о них думаю. Ну, может быть, в последнюю очередь я думаю о том, что у меня же дети есть. Поэтому я задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Вы недавно сказали, что Вы и Путин, Владимир Владимирович, относятся к поколению уходящих политиков. Тем не менее, Вы планируете принимать участие в президентских выборах в 25-м году? Я? Да. Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался, честно. И не планировал. Только в плане вот этих рассуждений. А что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал. Вы, наверное, хотели спросить, Владимир Владимирович планирует ли у него в 24-м году? Но Вы знаете, я знаю. Вы знаете. Просто спросила, если Владимир Владимирович уже Вам рассказывал что-нибудь про его план или нет. Видишь, как сразу перевернули. Вот американцы, а. Я же не говорил, что он мне рассказывал. Я просто говорю Наташе, что она знает, будет ли Путин принимать участие в выборах. Потому что у него выборы раньше. На год. Ровно на год раньше. А мне чего париться? И меня еще... Так что ничего не сказал. Кто? Вам. Владимир Владимирович Путин. Нет, Валерий. Она, наверное, он тебе больше сказал, чем мне. Мне пока нет. Да меня это и не интересует. Чего я буду человеку в душу лезть? Когда он примет решение, он не скажет об этом. Пока не говорит. Уже с января месяца поступают такие звоночки, что Госдеп выделяет средства массовой информации Польши. На борьбу против Беларуси миллиарды долларов. И получается так, что они-то уже к выборам готовятся и к выборам в НС у нас. А вы еще не готовитесь. Так вот вопрос такой из плоскости. Что делать? Как с этим бороться? Стоит ли с этим бороться? И нужно ли сегодня нашему обществу мобилизоваться в предвкушении всего того, что они заново нам готовят? Сирия, нашим СМИ миллиарды долларов выделить не могу. Сразу тебе говорю и не лоббируй. Но ты преувеличила, что миллиарды выделяют СМИ. Миллионы пока, сотни миллионов выделяют. Но ты же понимаешь, пока дойдут, разворудуют. Поэтому мы пытаемся уловить ситуацию и понять, сколько все-таки до СМИ дойдет. В-третьих, по поводу готовиться, не готовиться. Мы к этому готовы. Вы к этому готовы. И я тоже. Для того, чтобы потратить эти миллионы с толком, нужно иметь темы соответствующие, которые, как у нас говорят, зайдут нашим людям. У них нет этих тем. Последняя тема – это было дети. Ты знаешь, чем она закончилась? Если не закончилась, то закончится. Поэтому мы готовы настолько, насколько надо. Но не за миллиарды долларов. Скажите, общество наше должно быть готово? Потому что сегодня мы готовы, вы готовы. А общество нужно морально готовить к этому? Потому что может произойти что-то? Да, нужно. И будем готовить. Мы никуда не денемся. У нас в ближайшие феврале месяце ряд выборов очень важных. Парламент и Всебелорусское народное собрание. Поэтому мы этим будем заниматься. Но мне кажется, что мы проблему преувеличиваем. Общество у нас уже не то, что было раньше. Самых отмороженных мы вряд ли на свою сторону перетянем. А с колеблющимися поработаем. 10% населения никогда не проголосуют за нынешнюю политику и нынешнего президента. В том числе и за вас. Ну, с этим придется считаться. Так было всегда. А вот за остальных, колеблющихся, мы, конечно, будем сражаться. И держать в поле зрения те 10%, чтобы они нам не подкинули второй 20-й год.